Всем привет. У фанатов Люцифера теперь что ни день, то праздник, ведь Netflix на новости о шоу больше не скупится. Сначала стала известна дата выхода на экраны первой части пятого сезона, потом наконец подтвердился слух о продлении истории Люцифера на шестой сезон. И вот накануне на YouTube-канале Netflix появился долгожданный трейлер, в котором, Том Эллис, предстал в не совсем обычном виде. Трейлер начинается с того, что Люцифер все еще находится в аду, а детектив Хлоя Деккер привыкает к жизни без него и пытается его забыть. Однако в скором времени она встречает своего друга во время расследования одного преступления. Герои целуются, и казалось бы теперь будут вместе. Вскоре Хлоя замечает, что Люцифер после возвращения сада, стал вести себя как-то странно. К этому добавился неожиданно жесткий взгляд, какого за Люцифером замечено не было, и несколько подозрительных поступков. Люцифер это объясняет тем, что провел в аду тысячу лет. Впрочем, правда раскрылась довольно быстро. После того, как Мэйс избила Люцифера, за то, что тот не забрал ее с собой, он признался, что он брат-близнец Люцифера, Майкл. Похоже, земная жизнь Люцифера пришлась Майклу по вкусу, и чтобы не тратить время, создавая что-то свое, он решил ее попросту отобрать. С принципами у персонажа дела обстоят явно не слишком хорошо, ведь судя по трейлеру, он немедленно принялся строить любовные отношения с Хлоей Деккер. Кстати, несмотря на все странности, даже Аминодиил и Мэйс подмену обнаружили не сразу, несмотря на то, что знают Люцифера целую вечность и знали о том, что у него есть брат-близнец. Также можно с уверенностью сказать, что Майкл, будет главным злодеем первой половины пятого сезона, так как Netflix в своих трейлерах всегда показывает фрагменты со всех эпизодов, так что скорее всего настоящий Люцифер вернется на Землю и сразится со своим братом только в финальной восьмой серии. Трейлер получился довольно интригующим, так что градус ожидания пятого сезона снова подрос. К счастью, до премьеры осталось не так много времени, она назначена на 21 августа. Субтитры создавал DimaTorzok